Польза из этого хадиса. Смотрите, давайте сделаем так. Я буду читать пользы, как и вчера, на арабском, на русском. Иногда, может быть, я у вас буду спрашивать, если, например, непонятно, откуда взята эта польза, то есть продолжаем, как вчера, человек просто спрашивает, откуда взята такая-то или такая-то польза. На. Первое. Таакиду ревайты биттасриха биттахдиф хаддатана ваасраху минха оттасриха бессама. То есть указание действительно на то, что человек передает что-то, то есть услышав это, сказав хаддатана, нам рассказал такой-то. И еще больше дает понять, что действительно человек это слышал, слова человека, то есть сами ату и так далее, я слышал. То есть это здесь, почему мы говорим, то есть, во-первых, у нас начинается хадис того, что Абдулла 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 говорит, хадддатана Расуллала. Нам рассказал посланник Аллах, саламу, алисалям. То есть, когда у нас, в иншалу, придет терминология хадиса, мы узнаем, что у нас есть Турку, Ат-Тахаммуль и Туркуль Ада. У нас есть такие, то есть, пути принятия хадиса и пути передачи хадиса. Из путей принятия хадиса — это напрямую слышать, это прочитать его, это так-то отойти и так далее, через кого-то услышать и так далее, и так далее, и так далее. Когда человек рассказывает о ком-то, и это даже по-русски, Когда мы говорим, оно на самом деле понимается, это не где-то хорошо с луны взятые правила. Когда я вам говорю, что мне сказал такой-то шейх, что вы понимаете из моих слов? То, что я находился с этим шейхом, когда мне это говорили, так или так? А если я просто скажу, что сказал такой-то шейх? Может быть я услышал, может быть я прочитал, может быть я был у него, так или так? То есть если я вам сейчас скажу, как-то раз мне рассказал шейх Ибн Баз, что вы скажете? Скажите, иди отсюда, так или так? Почему же ты не застал его, так или не так? Хорошо. Но если я вам скажу, что, например, какой-то другой шейх из ныне живущих рассказал мне, то это возможно, так или не так. И человек, может быть, даже удивившись, спросит, ты действительно его застал? Ты его видел? Как это делали? Хорошо. То есть таби'ины, когда слышали какой-то хадис, «Анта самята, умирасули ля», говорили, то есть ты действительно слышал этот посланник Аллах, с.а.л. И он говорил, да, и так далее, и так далее. Поэтому, когда мы слышим хаддатана, значит, Абдулла мусуд непосредственно сам слышал это. И еще больше нам дает понять, когда некоторые говорят, я слышал, как посланник Аллах говорит, потому что, например, у нас есть из тех, кто передал больше всего хадисов, из тех, кто передал за тысячу хадисов, например, Абдулла Абну Аббас. Абдулла Абну Аббас умирал, когда посланник Аллах был маленьким мальчиком, 14-15 лет было тогда. Как он эти все хадисы взял? Взял их через кого-то, и он не называл. Почему? Потому что нет нужды называть сподвижника, от которого я слышал, так как все сподвижники достойные доверия. Поэтому он сразу говорит, но есть какие-то хадисы, где он самяту Расулю Аллаху или же кунту радифаннаби. Зачем он говорит, что он был вместе с посланником Аллаху на Абдулла Абдулла Аббас, что он действительно был и он слышал напрямую. То же самое Абу Гурейра. Абу Гурейра рассказывал много хадисов, в то время как Абу Гурейра принял ислам когда? В каком году? В 6-ом или в 7-ом Аллахане битва Хайбар была. После Хайбара он пришел и сдался. В любом случае, в 6-й, 7-й год, в любом случае 3-4 года, в 7-ом год, если я не ошибаюсь. В любом случае, недолго, немного времени он провел с посланником Абдулла 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 Абдулла. Как он стал самым лучшим передатчиком, который передал больше всего хадисов? Слышал от других сподвижников, так или не так? Поэтому, когда он говорит, хаддатана самяту, ахбарани халили и так далее, и тому подобное, то есть, где он рассказал мне такое-то, я слышал, нам передали и так далее, это указано то, что он непременно слышал. Вот что это подразумевается под этой пользой. Поэтому, когда ты читаешь хадисы имама Аль-Бухари, хаддатана кедр, хаддатана кедр, это значит, что он непременно слышал от кого-то. Это все, иншал, поподробнее придет у нас там. Ну, в любом случае, это называется таакидур рива бит-тасриха бит-тахдиф. Таакидур рива бит-тасриха бит-тахдиф. То, что действительно я передаю этот хадис, и я действительно его слышал. Я действительно его слышал. Второе. То есть, также подтверждение, то есть передачи, упоминая правдивость того, кто сообщает, и правдивость того, кто сообщил ему. Хорошо. Человек удивится, зачем эти пункты, откуда они взяты и почему. Очень просто, братья, чтобы когда мы говорим о том, что мухаддисы совершают какие-то, то есть, деяния передают каким-то образом хадисы, если вдруг кто-то додумается сказать тебе, что это бид-а, ты скажешь, что это деяние сподвижника. Поэтому, когда передает, например, Абу-Дауд или же Ад-Насаи, говорит Ахбар Ани-Фулян, такой-то рассказал мне, и он достойный доверия. Откуда он это взял? Он это взял из Сунны, потому что сказал Абдулла Аб-Назуд, Описал его чем? Тем, что он правдивый и достойный, или же передаст от какого-то из шейфов своих шейхов и так же про него скажет «Фыка». То есть тот, кто рассказал моему шейфу, который вы знаете, что достойный доверия, такой-то, и он действительно также является достойным доверия. Понятно это? Третье это алиму расулу Инлахи саламболюху, Указание на то, что посланник А.С. обучал своих сподвижников и рассказывал им хадисы. Четвертое. Сыдку Расули Лаи С.А.С. Правдивость посланника Аллаха С.А.С. Как об этом свидетельствовали его сподвижники. Пятое. Хусну Услюб Ибни Масуд. То, как прекрасно составляет свою речь Ибни Масуд. Абдулла Ибни Масуд. И это, Субханаллах, Аллах Атах. То есть это тот, кому дал Всевышний Аллах Субханаллах. Валлах, иногда некоторые его от него асары читаешь, как будто бы это слова посланника Аллаха С.А.С. То есть посмотрите, например, на те слова, когда он порицал людей, которые перебирали камешки. Либо же вы пришли с религией, которая лучше, чем религия Мухаммада, либо же вы на очевидном заблуждении и так далее. И когда ему отвечают, мы хотели только благо, все равно, то есть не стесняясь, абсолютно говорит, сколько тех, кто желал благо, так его и достигли. Смотрите, какие короткие слова и как много значений, много польз. То есть это, Субханаллах, тот, кому открывает Всевышний Аллах Субханаллах. Подобно тому, как у посланника Аллах Субханаллах были джавами ауль калимы. Сказали объемные, объемлющие слова. Хорошо, то есть в лаконичном выражении и так далее. То есть собирал много-много значений. То есть также Ибн Масуд, Субханаллах, очень хорошо. Зачем он сказал, Потому что он будет сейчас рассказывать про знания сокровенного. И поэтому он говорит, что это, смотри, я, во-первых, сам слышал эти слова. Затем также посланник Аллах Субханаллах, там правдивый. И тот, кто сообщил, ему тоже говорит только правду. Или же достойный он доверия и так далее. Затем, шестое, Шестое, это указание на то, что человек, Когда знает, что тот хабар, то есть та вещь, которую он собирается сообщить, Людям нужно подтвердить. То есть действительно, это что-то тяжелое для них. Им нужно подтвердить, что это действительно правда. Он должен привести то, что подтверждает его слова. Как в данном случае Ибн Масуд что сказал? Мне рассказал, действительно, я слышал от посланника Али Саратсам. И он правдивый, достойный доверия. Седьмое, это Акидуль Хабари Бимая Дуллю Аля Сытки. То есть также указание на то, что нужно подтверждать свои слова теми вещами, Которые указывают на правдивость этих слов. Восьмое, Анна Халка Линсани Атуар. То, что человек создается постепенно. Человек создается постепенно. Сначала бывает жидкостью, затем бывает с густым кровью, Затем кусочком мяса, затем из мяса появляются кости. Затем на эти кости, то есть Аллах Субханда Ли создает мясо и так далее, Пока не вдыхается дух и не совершается уже полностью какая-то сура, Хорошо образы и так далее. И тогда уже появляется человек. Девятое, Анна Муддата Кулли Таурин Арбауна Юман. Что каждая степень, ступень вот эта создания человека 40 дней. Длится 40 дней. Десятое, Анна Хаза Аля Мун Мин А'ля Мин Нубуа. Десятое, то, что это из признаков пророчества Посланника Алей Салату Ассарам, Так как он сообщил то, что действительно мы сегодня знаем, что это действительно так и есть. Одиннадцатая польза, Анна Нафхар Рухи Якуну Ба'да Тамами Арбати Шугур. То, что вдыхается дух, душа, только лишь после прошествия четырех месяцев. До этого души не бывает в этом, то есть ребенке или же в утробе матери. Двенадцатая, Анна Таэммуля Гадзал Хадиз Юалиджу Кибар Аль-Инсан. То, что человек, который размышляет над этим хадисом, этим самым он лечится от высокомерия. Этим самым он лечится от высокомерия. Почему? Потому что создан из чего? Из ничтожной капли. Затем был каким-то сгустком крови. И все это время даже духа в нем не было. Затем кусочек мяса и так далее, и так далее, и так далее, пока уже затем Аллах, Субхангалм, не вдохнул. Затем вышел также оттуда, откуда всем известно и так далее, и тому подобное. И поэтому почему ты кичишься, почему ты превозносишься в Аллаху Муссан. Семнадцатая польза? Тринадцатая. Проверка. Тринадцатая. Айнает у Аллахи бил халка хайфу ваккалабиим, ва хум фи бутуне уммагатихим, малаикатан ятануна бихим. Тринадцатое указание на заботу Всевышнего Аллаха, Субхангаля, о своих творениях. Ведь Аллах, Субхангаля, каждому человеку, то есть определенных ангелов поставил, которые, то есть даже когда они в утробе, следят за ним хорошо, то есть определенные вещи, веленные им, чтобы они совершили и так далее, и так далее. Четырнадцатое. Исбатуль малаика. Четырнадцатое. Указание на действительность и существование ангелов, что действительно ангелы существуют. Пятнадцатое. Указание на то, что ангелы являются рабами Аллаха, Субхангаля, которым Аллах, Субхангаля, повелевает что-то и запрещает что-то. Шестнадцатое. Шестнадцатое. Указание на то, что ангелы умеют писать. Семнадцатое польза. Семнадцатое польза. То есть создается тело человека до того, как создается его душа. Создается, то есть тело до того, как создается его душа. Восемнадцатое польза. Указание на то, что человека, имущество, срок, его деяния, будет ли он счастливым или опечаленным, все это уже предписано ему. 19-е. Указание на то, что ангелы не знают сокровенного. Они всего лишь записывают то, что им повелел Всевышний Аллах. Поэтому в хадисе сказано. Хорошо, поэтому велено будет ему записать 4. То есть Аллах повелевает, запиши это, запиши это, запиши. 20-е. Указание на предопределение, что есть предопределение. 21-е. Побуждение к довольству малым и предостережение от того, чтобы человек через чур стремился к этому мирскому. Где здесь это? То, что уже предопределено ему, сколько ты. То есть как бы ты ни старался, как бы ты ни бегал за своим риском, риск твой уже предписан. И поэтому, как говорит посланник Алия Салатусам, если бы человек обернулся бы к Аллаху Субхану Тали, то пришла бы к нему. То есть Дунья Вагия Рагима, то есть мирское бы само к нему пришло, хочет оно того или нет. То есть тот, кто вернется к Аллаху Субхану Тали. Дунья придет сама к тебе. Сама к тебе придет Дунья. Хорошо? На. 22-я польза. Аль-Халифу Аляль-Футия. Дозвольность клятвы при фетве. Когда человек дает фетву, дозволяется ему клясться. Дозволяется ему клясться. Дозволено ли такое, Аллаху, дозволено, если человек скажет. Дозволено. Тома. 23-я Аль-Халифу Мин Гайри Стихляф. Указание на дозволенность клясться, даже тогда, когда тебя не просят поклясться. Кто-то здесь не верил посланнику Аллаху Субхану, сказал, а ну поклянись. Когда он говорил, Вал-Ляди Нафсу, Вал-Ляди Ла Илляха Гайру. Нет, посланник Аллаху Субхану сам поклялся. Так или не так. 24-е. Та'кидуль-Ямин бидзикрил вахданияти фил-Иллахи. То есть подтверждение или же усиление утверждения клятвы, то есть через Единобожие. Аллах, посланник Аллаху Субхану не просто сказал, клянусь Аллаху, клянусь тем, кроме которого нет бы достойного для поклонения. Или же Аллах, посланник Аллаху Субхану, говорит, клянусь тем, в чьей руке моя душа и так далее. На что он утверждение, усиление клятвы. Вал-Ляди Рафа'а Субхану, Вал-Ла Ха Субхану, если человек скажет. Я клянусь тем, кто возвысил семь небес и опустил семь земель. То есть это он подтверждает еще, то есть я действительно клянусь именно Всевышнего Аллаху Субхану, который сделал такие-то и такие-то дела и так далее. Субхану эту клятву я заучил, потому что один из шейхов рассказывал нам про одного, Субхану, лжеца. Лжеца из хизбита, сектанта, из секты Ихвана-Мусульмин, который сказал очень скверные слова, и когда шейх об этом сказал людям, он пришел и сказал, То есть сказав это, он после этого сказал, клянусь тем, кто возвысил семь небес и опустил семь земель, я не говорил этих слов. И шейх говорит, я тогда в межлисе сказал, что что касается меня, я не буду клясться Аллаху. Но я знаю, что ты это сказал. И говорит, и все. И говорит, и весь межлис поверил мне, не поверил ему. Аллаху Маста. Двадцать пятая польза. Анна л-халифа ла якуну иля биллях. Что кляссо можно только Всевышним Аллахом, Субхану, Ауа Та'ала. Двадцать шестая польза. Анна л-инсана ла яльму макути бала. То, что человеку неведомо, что предписано ему. Человек не знает, что предписал ему Всевышний Аллах, Субхану, Ауа Та'ала. Двадцать седьмая польза. Что деяния по их окончанию. оцениваются по их окончанию. 28-я польза. 28-е указание на страх скверной кончины и что человек должен остерегаться от причин скверной кончины. Страх скверного итога, скверного конца. То есть умереть в каком-то плохом положении. Человек, например, боится курить, почему? Боится, что во время курения сигарета он умрет, например. Не совершает прелюбодеяния, потому что он боится, что именно в этот момент, быть может, Аллах заберет его душу и так далее. Я знаю человека, который даже когда не молился и так далее, Аллах уберег его от греха прелюбодеяния и самое главное, что пугало его от этого греха, что он говорил, что я боялся, что Аллах заберет мою душу именно в этот момент. Субханаллах. Удивительно. Как человек додумался до этого. 29-я польза, что в рай можно войти только через деяние. Только через деяние. Это ни в коем случае не отрицает того, что каждый зайдет в рай только по милости Аллах. Имеется в виду, что по причине деяния. То есть без деяния ты не зайдешь в рай. 30-я польза, что воздаяние бывает за деяние, а не просто за твои мечты, мысли и так далее и тому подобное. 31-я польза. То есть побуждение к благочестию к матери. Где здесь в хадисе побуждение к благочестию к матери? То, что это мать, Субхану, 120 дней она тебя только в таком, потом еще носит, потом еще рожает, как Аллах Субхан говорит, слабость на слабости, то есть она слабая в этом положении и так далее и тому подобное. Потом еще во время рода, это, Субхану, удивительная вещь. Аллаху муста. Поэтому обязательно, обязательно нужно благочестиво относиться к матерям. 32-я польза. И также мягко относиться к женщинам. Мягко относиться к женщинам. Почему? Потому что они не рожают. Потому что они не рожают. 33-я польза. Что каждому будет облегчено то, для чего он был создан. Я рахаму к Аллаху. 34-я польза. Аль-Амлю бель-Асбаб. Совершение причин. Что нужно обязательно предпринимать причины. 35-я польза. Аль-Джем-Убейн. Аль-Хауфи. Аль-Раджа. Что человек должен объединять свои жизни между страхом перед Аллахом Субханатар и надеждой на его милость. Надеждой на его милость. Где это? Откуда взяли эту пользу? Это другой хадис. И устрашение, и повышение. Да, потому что в конце послания коррится о том, что кто-то из вас совершает деяния такие-то, но случается и так далее, и так далее. 36-я польза. То есть указание на то, что тот, кому было предписано, что он будет опечаленным, он и никто другой не знает это. То есть действительно предписано ему это или нет на этом свете. И таким же образом, наоборот, тот, кто предписан, то есть кому бы предписано быть из-за питателя рая, никто об этом не знает, кроме Всевышнего Аллаха, то есть на этом свете. Тридцать седьмое, что человек не выйдет из того, что было предопределено ему, то, что было предписано ему. Оно непременно случится, то, что тебе было суждено, непременно случится. Тридцать восьмое, тридцать восьмая польза. Указание на то, что тавба, покаяние, разрушает или стирает все то, что было до нее. До покаяния, то есть до него, точнее. Где указание на это? Да, то есть человек совершает всю свою жизнь деяния обитателя огня, затем, если палили китабы, начинает совершать благие деяния. То есть покаявший совершает благие деяния, Аллах субханда и поэтому прощает ему эти грехи. На. Тридцать девятая польза. Человек, когда умирает на чем-то, и хокам получает того, на чем он умер. То есть, что мы видим. Хорошо, неважно, будь то благо или же что-то плохое. Человек умер, и мы знаем, что он был мусульман. Хокам его какой? Он умер мусульманом, мы его хороним, мы его очищаем и так далее, и так далее. Молимся за него. Человек умер кафером. Хорошо, то есть мы не просим за него прощения, не хороним его среди мусульман и так далее, и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. И сорок первая польза сразу связана с этим. Ас-сабату азиз. Ас-сабат азиз. То есть, крепко держаться прямого пути, это очень тяжело. Это очень тяжело. Сорок вторая польза. Аль-Ихлял суллиллахи. Уа-амалутта'аат фиссирри мин асбаби хоснилхатыма. Указание на то, что искренность перед Аллахом, субханнаху ва-та'аля, и совершение благих дел скрыто от людей. То есть, когда люди не видят. Хорошо, то есть, это из причин хорошего конца для человека. То есть, хорошей кончины. То есть, если человек совершает скрытое. Поэтому говорили многие из салифов. Пусть у тебя будут какие-то скрытые деяния, которых не знает никто другой. И говорили другие, что пусть у тебя будут такие скрытые благие деяния, которых не знает другой, подобно тому, как у тебя скрытые скверные деяния, от которых не знает никто другой. Пусть у тебя будет это тоже. Как-то к нему человек пришел и сказал, поистине, я боюсь для себя лицемерия. Он говорит, молишься ли ты по ночам? Он говорит, да. Бывает ли так, что ты постишься желательный пост? Он говорит, да. Он говорит, иди, говорит, Аллах Субхан Алини создал тебя лицемером. Он говорит, если ты совершаешь скрытые деяния, которые не знает никто, кроме тебя, хорошо, кроме Всевышнего Аллаха Субхан Алини, естественно, где это лицемерия? И поэтому тот, кто хочет обезопасить себя и надеяться, опять же, это не будет тебе 100% гарантом, быть может, потому что ты что? То есть попадешь в очб, самообольщение и так далее, и тому подобное. Просим Аллаха Субхан Алини уберечь нас от всего скверного. Но вместе с этим из причин, из которых ты будешь надеяться, что это будет причина, по которой Аллах Субхан Алини защитит тебя от лицемерия, и так далее, чтобы у тебя были скрытые деяния благие, о которых не знает никто другой. И последняя, последняя, сорок третья польза. Что наоборот, деяния, грехи какие-то скрытые, грехи, которые человек совершает, из причин скверного конца, скверной кончины человека. То есть это может стать причиной скверной кончины человека, в облаху мустаан. Там сорок четвертая польза, тогда запишите. Аль-иману бель-гайиб. Вера в сокровенное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова